День с толком Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Перенес еще одну операцию. Состояние мальчика, сбитого на пешеходном переходе в Барнауле, по-прежнему тяжелое. 23 сентября. На эту дату в Барнауле запланировано начало отопительного сезона. На Алтае вновь ищут красивых и талантливых беременных женщин. В ноябре пройдет 13-й по счету конкурс «Я буду мамой». Десятилетний мальчик, которого сбили на пешеходном переходе у торгового центра «Огни», перенес сегодня еще одну операцию. На этот раз на внутренних органах. По прогнозам специалистов Минздрава, скорее всего, это хирургическое вмешательство не будет последним. Напомним, автомобиль наехал на ребенка днем в воскресенье. Удар был такой силы, что мальчик пролетел более десятка метров. Накануне он уже перенес несколько операций, в том числе на ноге. У него сломано бедро. Сейчас ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Его состояние врачи расценивают как тяжелое. Семья ребенка хранит молчание. Между тем, за судьбой мальчика следит весь город. Тепло придет в дом барнаульцев уже в начале следующей недели. Ориентировочная дата начала отопительного сезона запланирована на 23 сентября, сообщает пресс-служба мэрии. На сегодняшний день полностью готовы к запуску тепла все детские сады и школы, медучреждения на 92%. Жилые дома на 85%. По данным городских властей, подготовка к отопительному сезону в городе идет в плановом режиме. Никаких срывов нет. Проведены гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. Отремонтированы тепловые сети. Запас угля более 300% от норматива. Напомню, начало отопительного сезона запланировано на 23 сентября. А вот на какую дату запланирована сдача театра «Кукол-сказка» точно еще неизвестно, но обещают к концу этого года. Возможно, строители и успеют ко всероссийскому фестивалю «Зазеркалье». Наш театр «Кукол» принимает его в начале ноября и в списке площадок значится строящийся объект. Изначально завершить стройку здесь планировали в конце июня, но, как нам пояснил представитель единого строя заказчика края, стройки сдвинулись из-за проектных изменений, а именно в театре на треть увеличили количество розеток. В ходе исполнения государственного контракта представители театра были внесены изменения в проектную документацию в части дополнительного оборудования, установки дополнительных розеток. Это установка видеоэкрана и возросли мощности по оборудованию в плане светового оборудования. Кроме того, пояснил специалист, тормозили работы сильные морозы и строительство ливневой канализации. Добавлю, что сроки сдачи объекта переносили уже два раза. Сначала в графике значился июнь, затем сентябрь, а теперь уже конец года. Сейчас на объекте ведут наружную и внутреннюю отделку, прокладывают инженерные сети. А вот жители Бурнаульских новостроек самостоятельно возвели забор. Тем самым перекрыли выход со двора соседи. Причина – эти самые соседи. Они пользовались не своим мусорным баком. На каком основании люди отгородились и что делать тем, кто вынужден выходить из дома с риском для жизни? В материале Валентина Аскеровой. Пока счастливые воробьи плещутся в лужи, жители новостройки на проспекте Ленина отнюдь несчастливы. Они вынуждены ежедневно ходить по убитой дороге. Это теперь их единственный выход к цивилизации. Когда мы идем с малышом на коляске, у меня девочка маленькая, два годика, и едут, например, грузовые машины, легковые машины потоком идут, мы вот между мусорных баков прячемся. Другой, оборудованный ступенями и пандусом, перекрыли забором жильцы новостроек на Петра Сухова в начале лета. Такое решение они приняли на совете дома, так как назойливые соседи парковались на их территории и выбрасывали мусор в их бак. Теперь жители многоэтажки на Ленина попадают на ту сторону лишь окольными путями. Самое интересное, дети лазят вот здесь. С Петра Сухова? То есть им удобно на детскую площадку? Да, им удобно. Они пролазят под низом, они пролазят между... А вы не пробовали? Нет, спасибо. Я как бы худенький, да, я все понимаю. Но за здоровье, за свое и чужих детей тем более я переживаю. К слову, носить мусор жильцы уже давно перестали. У них появился свой бак. От парковок готовы отказаться, лишь бы ходить по безопасному тротуару. Но Петра Суховцам, видимо, все равно спиливать забор они не намерены. Просто жители Ленина 195 очень жалуются. За последние пару месяцев жители многоэтажки обратились в несколько инстанций, в том числе и администрацию Октябрьского района. Там нам пояснили, что этот забор стоит на границе наших земельных участков. И то есть можем как бы распоряжаться по идее и мы им, и они. Если мы также проводим собрание и признаем, что этот проход нам действительно нужен, мы его просто спиливаем. Но самовольно спиливать они не хотят. Ведь пешеходный проход, который сейчас заварен, был предусмотрен проектом дома. Данный факт в телефонном разговоре нам подтвердил и сам застройщик. Считаю, что жители Петра Сухова не должны перегораживать проход жителям Ленина 195, потому что забор не их. И даже если бы он был их, они не имеют это право делать. Можем убрать. Но мы предлагаем жителям обоих домов договориться между собой и в целом не чинить друг другу препятствий. Но договориться не получается. Жители уже направили жалобу в прокуратуру города с просьбой разобраться в ситуации. Ведь по сути выход в случае ЧП у них только один. Давайте на минуту представим. В многоквартирном доме произошел пожар, а у людей только один путь спасению – та убитая дорога. Ну, конечно, можно последовать примеру детей и пролезть под заваренным забором. Если, конечно, не застрянете. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Продолжим. В Алтайском крае опять ищут самых красивых, талантливых, беременных женщин. Остается меньше двух месяцев до краевого конкурса «Я буду мамой». Он проходит уже в 13-й раз. Принять участие в нем могут будущие мамы, у которых срок беременности составляет от 16 до 22 недель. В этот раз конкурс приурочен к году театра, поэтому мамочек ждут театральные постановки, дуэты со звездами барнаульской сцены, известными певцами, актерами, танцорами. Организаторы проекта уже объявили кастинг. Каждый год приходит порядка 300 заявок на участие. В финал пройдут только 7 женщин в интересном положении. Праздник живота состоится 12 ноября в концертном зале «Сибирь». Это подготовка танцев, дефиле, выходов. Это красивая фотосессия, которая остается девочкам в подарок. И подготовка двух творческих номеров. Один сольный от участницы, второй номер со звездой. Ждем красивого, теплого, трогательного зрелища. За 13 лет конкурс «Я буду мамой» объединил больше 4000 семей. Все это жители края. Заявки на участие принимают до 28 сентября на сайте «Растем вместе». Сотни барнаульцев в эти выходные стали участниками фестиваля «Барбекю Парк Гриль». Одни пробовали мясные, рыбные, овощные и запеченные блюда. Другие ели на скорость. Тонкие розовые кусочки свинины на вертеле. Когда в ароматный дым ходили гости фестиваля, тут же вставали в очередь. И самой вкусной частью свиньи. Это шея и вырезка. Но и без таких изысков было чем заняться. Шашлык, кстати, был самым традиционным в меню. Вот бургер пробуем и какого-то краба. Какого-то краба? Да, вот там брали. Вкусный краб. Либо сразу же с поля ее чистить и жарить. Она получается очень сладкая. И вот эта вот зажаристая корочка, она карамелизуется. И получается вот прям как ириска. Пока одни наслаждались вкусом, другие жевали на скорость. На сцене устроили гастрономический спортивный чемпионат от нашего радио Барнаул Супер Обжора. На поедание трех бургеров и трех хот-догов всего пять минут. Секундомер погнали. Есть люди, которые весят и по 60, и по 70 килограмм, и худощавые. Но в процессе разговора с ними, мы их обзванивали, общались. Они нас уверили в том, что они очень много едят. Я считаю, что лучше сначала котлету съесть, потому что он тяжелее. Поэтому в конце осталось только полторы, именно булочки самых легких. И все. Почти килограмм пельменей – финальный этап конкурса. Кушали от души, но поправиться не успел даже сам победитель Супер Обжора Барнаула. Все, что набрал, наверняка согнал. Ведь до дома ехал на новеньком велосипеде. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалара». У меня к этому часу все новости. До встречи.